Жу экран свой. Вам видно мой экран моего? Ничего не видно. Вот, теперь вижу. Вот смотрите, Игнать Тихович, какая картель. Жалобы не на это видео, а на тот контент, когда-то там была жалоба от правообладателя и так далее. Они выставили условие, что ладно, хорошо, вот эти четыре композиции, вы можете их показывать у себя, но будет реклама на этих видеороликах, и реклама пойдет нам, как бы в копилку, ну вот правообладателям. Об этом тут и написано, что ограничения на просмотр нет, правообладатель монетизирует это видео. Вы можете использовать в своем видео контент, защищенный авторским правом, но в ролике может показываться реклама. Вот эти условия. Ничего тут криминального абсолютно нет. И мое вот это видео, оно показывается везде. Я уже проверял, людям давал, так что у меня зеленый свет с этим делом. У вас, поскольку мы постоянно видим рекламу, то есть тоже монетизируются ваши видео на вашем канале, может это где-то идет, так сказать, конфликтует. Где-то надо просто посмотреть именно настройки вот этого видео внутри, вот там, как сказать, вот в этом турческой студии, вот в этой. Если вы уже залили это видео, то ничего не надо изменять. Это хорошо, что вы залили его именно в том формате, о котором я просил, 1980 на 1920 на 1080. Это будет, так сказать, это самый выгодный формат в плане того, чтобы читабельно будет, людям будет комфортно в любых разрешениях его смотреть. Вот, Игнат Тихович, это с технической точки зрения. Если Сергей Козлов имеет доступ, ну давайте я с ним переговорю. Разойди, а как, если нельзя сделать, чтобы у нас этой рекламы-то вообще не было, чтобы претензий-то не было? Зачем она не нужна? Я ни копейки, ни одной копейки никогда не имел ничего. Так вот в этом и вопрос. Кто занимается ведением вашего, так сказать, вот этого YouTube-канала? Администратор кто? Это к нему вопрос. Пускай он отключает эти, как сказать, вот эту рекламу. Она везде присутствует и мешает, просмотру-то она мешает. Ну, он решает. Сергею нельзя сказать, чтобы он убрал программу? Ну, это если Сергей, ну да, с ним надо поговорить. Но, Игнат Тихович, это хорошо, что вы подняли эту тему, хорошо бы ее убрать. Но в данном видео, вот в данном видео, ничего не надо трогать, оставить все как есть. То есть правообладатель монетизирует это видео, пускай вот именно на этом видео оно останется. И это только вот эти условия, если мы выполняем, то это видео будет показываться везде с этим контентом. Тут 3-4 композиции, вот тут они нравятся. Хорошо, хорошо, слушай, ну, если убрать от нас, чтобы рекламы-то не было, никакой монетизации-то у нас нету, тогда к нам претензий от этого ролика закачано уже не будет? У вас и так не будет претензий, Игнатий, никаких претензий к ролику, к этому нет. Еще раз повторю, то есть тут просто вот это вот интеллект, как это называют сейчас, интеллект вот этот вот... Я тебе говорю, ты не слышишь, послушай, что если мы сейчас попросим, и у нас уберут монетизацию, там, рекламы, чтобы не было, а раз нет рекламы, то я ничего за это не получаю. И тогда этот ролик не попадает под подозрение, что мы питаемся за счет чужой мудрости? Игнатий Тихонович, этот ролик, еще раз повторю, он не попадает под подозрение. Он не попадает под подозрение. Да нет, ты не понял, не понял. Слушай, не в его политическом смысле, а что мы за него получаем деньги. Но если у нас рекламы не будет, у них это отобразится, тогда претензий не будет? Нет, но еще раз повторю, у вас реклама на всех роликах, на всех, сколько там у вас? Убрать со всех роликов. У вас 10 тысяч реклама, но это, извините, это уже не одной недели, наверное, работает, чтобы на каждом ролике у вас столько там информации. Ну хорошо, давай, вопрос стоит только о том, что убрать полностью рекламу, закрыть, чтобы не было у нас рекламы. Хотя, Игнатий Тихонович, я бы не, знаете, вот так я думаю, что я бы не стал убирать уже ее, потому что если вы уберете рекламу, вот я сейчас объясню вам, Игнатий Тихонович, в чем YouTube зарабатывает? YouTube, вот этот вот сам сервис, он как раз зарабатывает львиную долю на рекламе. Понимаете? То есть, если вот вы, вы разрабатываете контент, видео, вы его публикуете, и вот люди смотрят, и чем больше охват просмотра, тем для YouTube это интересно. Вы выгодны для YouTube вот этого, ну, хостинга, видеохостинга. И тогда, что они к нам более снисходительные будут? Да, 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 потому что вы, так сказать, у вас большой охват и стран разных, и людей, вот, тогда они будут и вставлять эту рекламу, за которую им кто-то заплатил. Ну, а как считать, большая-небольшая у меня, вот 18 миллионов просмотров, это как? Это очень, ну, вы же сами сказали, что вас приравняли к СМИ. Да мы уже, больше года назад. Ну, это серьезно. И вы им, если вы рекламу, я бы не порекомендовал, уже все привыкли давно к этой рекламе, и все смирились с ней. Хотя, там я видел, в комментарии некоторые были, а почему вы там рекламу используете, почему вы монетизируете там? Ну, дело в том, что там иногда ставить такую рекламу, которая не христианская. Ну, в том-то вся и дело. Ну, это, она вся не христианская практически. А кто смотрит рекламу, кому она не нужна, он ее может выключить? Ну, сам человек может поставить какие-то, и это все есть. Есть специальные программки, которые в браузер вставляются, они блокируют всю рекламу. Это можно сделать. Кто не знает, допустим, к нему мой ролик, он на него зашел, а там реклама, он ее может выключить, любой. Для себя, для себя на этот ролик. Только с помощью специальных программок, плагинов. Ну, это должен только, это простая старушка, простой там человек, который, ну, это, с компьютером не дружит, с интернетом, он это, конечно, не сможет сделать. А она как реклама, там долго стоит? Да нет. Нет, там, я ее пропускаю, там, пять секунд, и я ее раз пропустить, все, она убирается. Ну, как ты сделал пропустить, а другие, которые ничего не разбираются, они-то могут избавиться, иначе они зашли, а ничего нету, кроме рекламы? Да нет, ну как ничего нету, все есть, люди смотрят, люди благодарят, значит, они... Ну, как, допустим, у меня книги, все, весь экран заняты книгой, листают страницы, а реклама закрылась, что он посмотрит-то, когда там ни звука, ничего нету? Ну, там же есть, там же есть такой крестик, раз, и раз, она убирается. Я про это спрашиваю, ты отвечай только четче, это расплывчато. Так, что сделать, чтобы этот ролик поставили? Он, вопрос вот к вам, он, вы его уже ведь закачали к себе, правильно? Я закачал, он там и стоит уже под замком. Вот, все, его трогать не надо ничего, под замком. Просто нужно, вот Сергей, если Козлов имеет доступ, дайте я с ним поговорю, все. Тогда снимать всю рекламу не надо, только на этот вот ролик. И на этот ролик ничего не надо, и я с Сергеем поговорю, он меня поймет с двух слов. А что ты хочешь сказать, Сергей, ты что хочешь сказать? Ну, я ему, во-первых, покажу свой рабочий стол, покажу его, смотри, Сергей, вот у меня тот же самый прям контент, тот же самый ролик, что у тебя, вот у вас, во свете Библии на канале. Вот такие тут у меня есть моменты, я это все ему покажу. Ну, смотри, ограничений на просмотр нет, монетизация есть, только правообладатель получает дивиденды с этого. Что? А как у тебя там? Он раз там что-нибудь, ага. И что-нибудь он изменит там буквально один какой-нибудь момент. Хорошо, хорошо. У нас реклама идет. Я там смотрел какие-то начисления, что-то в долларах. Ну, у нас-то кто-то снимает же тоже, наши, которые нам-то начисления делают. Ну, это может снять только тот, кто имеет доступ к вашим костюмам. Ну, я тут дал одному доступ, одному. Вот этот человек, он и может все это сделать. Потому что, если у вас идет реклама, значит, у вас идет монетизация. Значит, какой-то процент, я не знаю, какие правила там, условия, вам могут дать, перевести. Я смотрел там какие-то цифры, за какой ролик. Доллары, в долларах вроде бы. Да, ну, человека того нету, он очень далеко. Ну, я не знаю, тут надо просто дать доступ, кто там, Сергей или Козлов, или еще кто-то, кто может разобраться. И тоже, уже же много накапало. На самом деле, у вас там уже, наверное, большая, приличная сумма уже, можно снять и воспользоваться как-то ей, ну. Ну, у нас вот сейчас идет копировка всего Ютуба. Испания прислала тысячу евро, чтобы скачали, и в Испанию отправили через КГБ проверят, ФСБ это, и отправили, чтобы сохранить в других местах. Копировка сейчас идет. Ну, я теперь, если вот это мы сделаем, нам как-то помешает, оно нет? Что сделаем, знаете? Ну, вот это сейчас, допустим, снимут. Они говорят, что если что-то там, ну, где-то приварок какой-то есть, то это туда идет, покупают диски и проще, на что скачивают. Ну, пускай, что. Ну, вот так. Если они, вот если они ска... Ну, я не знаю, ну, человек, который имеет доступ к этому, он должен разбираться во всем этом. Если не разбирается, он может... Все это есть, информация вся. Ну, хорошо, они сказали четыре замечания, так эти четыре замечания, как с нас убрать-то, чтобы их не было? Это не конкретно нам замечание, вам, Игнат Тихонович, это замечание к этим композициям. Но композиция-то от меня исходит, ясно, что ко мне. Что тут... Нет, вопрос такой, еще раз повторю, ограничение... Я вам же... Условия-то надо соблюсти, просто как раз вот к этому ролику не надо отключать рекламу, если она есть. Вот пусть... Оставить все как есть и все. Что сделать, чтобы меня запустить, чтобы его поставить? И видно было-то, ролик-то хороший. Ну, кто... Еще раз повторю, это надо посмотреть, вот, зайти в ваш вот этот, как он называется, творческая студия, вот, я вам показываю у себя, то, как вам. Я все равно не буду делать ничего, не знаю я это, я только испорчу и все. Ну, давайте попробуем через вот эту программу, вот, удаленно, как вот делал, делал, вот. У вас же есть эта программка-то, вот она, сейчас покажу. Ты это сейчас узнал, это речь идет из-за музыки. Ну, да. Ну, зачем ее ставить, музыку, чего у нас своих... Да нам музыка совершенно не нужна, главное-то, что сказано, фильмы там идут и прочее. Ну, зачем вы берете то, за что нас могут ущипнуть-то, мне это совершенно не надо. У них это где-то останется, они скажут, вам не первый раз сделали, мне говорили с Ютубом, шутить нельзя. Три замечания и закроют весь на полгода. Ну, это... У вас не было ни одного замечания, Игнать Тихонович? Ну, один какой-то сказал, там, зашел что-то, ну, я потом на него вышел и... Я веду занятия в университете, а он его присвоил себе ролик, а меня обвинил. Я говорю, аудитория моя, клиенты мои, мы снимали, я его так как бы... Нет, я имею в виду замечания со стороны администрации Ютуба. Она как раз этот ролик их учила и сделала мне замечание. А, одно было, да? Я-то тогда с этим договорился, и он тогда снял свои претензии, потому что он никакого отношения не имеет в другом государстве. И решил через это ущипнуть, будто бы это его ролик. Я понял. Тут я это все прочитал, тут пишут, что тут не надо путать... Вот смотрите, заявки вот с контент-айди, с контент-айди, не стоит путать с предупреждениями о нарушении авторских прав. Ну, то есть это не критично, абсолютно. Так, мне надо поставить ролик. Конкретно, давай, выходи и сделай. Ну, Сергея, это уже не видно вторые сутки. Как на него выйдешь-то? Ну, появится. Тьфу, появится. Не появится, надо звонить по телефону. Дело в том, что вот вы говорите, Игнатих Ильич, про музыку, оно Давиду, Давиду, что там нравилось, что псалтири или что, не помню, какой-то музыкальный инструмент. И на самом деле, я тут к месту ее, ну, оно как раз, к месту я ставлю, и характер музыки именно к месту. Виталий, все к месту, это пустое. Я не могу его ролик поставить для других. Мне зачем это все говорить-то? Ролик не стоит, ролик на повалке, на повалке лежит. Ну, я просто надо тут, у меня же все стоит, у меня все играет. И у вас так же можно сделать. Я не говорю, я выставляю-то, я на моем канале нет его, я не могу его выставить. Мне не надо лишние слова, это ничего не дает. Ролик мертвый. Игнатих Ильич, ну, мы справимся, сделаем все. Когда ты справишься-то? Ну, если Сергей имеет доступ, то когда с Сергеем свяжусь... Знаешь еще, к Сергею, Сергею надо узнать телефон какой. Я сейчас позвоню кому-то, кто знает, и тогда тебе телефон сразу скину, никуда не уходи. И ты ему позвонишь, а он не выходит, его ни в моем мире, ни здесь, нигде нет. Это бывает у него тяжелая постановка, но... Ну да, я понял. А так вот, а так возможно, Игнатих Ильич, через вот эту програбку, у вас же есть вот этот доступ удаленный. Вот мы это сейчас можем прям сделать, если вот мы сейчас с вами договоримся... Что договориться? Говори, что от меня требуется? Деньги платить? Нету денег? Никаких денег. Если где-то о деньгах идет, даже о копейке, я не могу ничего дать. Я сейчас не о деньгах вообще... Не понял меня, нет? Понял. Если ребята у меня покупают молоко, сливки, за одним столом, я рот не замажу даже. Сейчас я вам... Я вам сейчас вот эту программку покажу, чтобы вы поняли, о чем я имею в виду речь. Я знаю, что она у вас есть, эта программка, и что тот же, наверное, кто там, я не знаю, Виктор, он иногда с вами работает. Понимаешь, нет. Я думаю, самое простое, чтобы меня не путать сюда. Я очень боюсь сделать хуже. И когда приходит ко мне тут, приходит программист, что делать, я только одно прошу, чтобы мне было хуже. Ну да, я это понимаю, Игнать Тихонович. Ну я тебе сейчас, если вызвоню телефон, то ты... У меня денег нету, вот я вам сейчас скажу. У меня нету, пока что на телефоне денег. Просто я не смогу ему позвонить. Я тоже сейчас нигде, ну, как бы вот такая ситуация, что... Ты у кого-то поспроси телефон, то нам ждать некогда. Сколько стоит, потом я как-то отдать. Сколько там телефон-то для разговора? Сергея нету, нету. Просто нигде зеленым не горит он. Я ему все это написал, ответа нету. У него все отключено. А телефон он бы взял. Какие-то... Вот видите, вот экран видно же мой сейчас, да? Да, я вижу, и что? Вот эта программка, давайте вы ее включите, и я включу, и я попробую... Какая программка, где? Тим Вивер, как он, правильно? Это я знаю. Так она у меня на рабочем столе есть. Вот, включайте ее. Нет, это не надо делать, тут я не пойду на это. Ну вот, видите. Это никак нельзя мне делать больше. Просто нельзя, я уже это решенное делаю, и не под каким видом. А мне нужен, он на дом приезжает и делает. Потому что была неприятность. Я не люблю, когда, говорит, на хвост два раза наступают кому-то. Ну я вас понимаю, Игнат Тихонович. Я не претендую, ни на что не настаиваю, так скажем. Так, надо выходить на Сергея. А дальше уже что нужно, я переговорю. Сергей, вопрос можно еще задать? Сергей, вот я правильно понимаю, что Сергей имеет доступ вот туда, вовнутрь, к вам? В этот канал. Когда я дам? Когда вы дадите? И вот сейчас, в данный момент, ни один человек в мире не имеет доступа. Не имеет. Ну хорошо. Доступ дается на один раз только. Все, я понял. Так, вот тогда я после переговоров с Сергеем, вы сможете ему дать, и он это все сделает. Нужно сейчас дать, пусть на меня выйдет, чтобы ролик можно было выстоять. Но я прошу тебя, выключи музыку, больше не ставь никогда, не надо. Я к ней не привязанный. Такую боиту создали, я всю ночь ставлю, она выкидывает, я ставлю. А закачивала она, у меня его 7 часов, кажется, ролик. У меня проблем никаких нет, Игнат Тихонович. Ты слышишь, нет, больше 7 часов закачка шла. Потому что у вас скорость маленькая. Маленькая, она не пропускает. Я второй раз зарядил, я уже сейчас сутки сижу над одним роликом. Да зачем мне это надо-то? Значит так. Дело в том, что... Я знаете, как сделаю еще? Вот я еще вторую часть, и я ее, Бог даст, запишу на такие диски, ну как это называются, диски, и подарю вам, всем, кто в общении, чтобы это на память осталось. Потому что я, ну, работал много и долго, и все это... Да не надо пока об этом говорить, мне нужно поставить вот этот ролик. Вот я вам еще раз повторяю, Игнат Тихонович. Не повторять не надо, другого выхода нет, я сейчас звоню ему. И у вас тоже никаких проблем не будет. Вопросы во времени, надо чуть-чуть подождать, помолиться, чтобы Сергей там процедуры прошли нормально, и все, и сделаем, понимаете? Я молюсь уже всю ночь об этом. Да я это знаю, что вы молитесь, ну я так уже, что сказать-то... Я о людях думаю, не о себе, дело в том, что ролик ты так составил, что он людям нужен. Я знаю, Игнат Тихонович, я тоже за все хочу, чтобы все это получилось. И это получится, просто, ну... Беда какая. Потихоньку это надо сделать, и все, понятно, что... Ну ладно, потихоньку, не потихоньку, надо скорее оставить, потихоньку, только где, на молитве и на чтение Слова Божия, а везде надо скоро делать. Хорошо, ну видите, вы-то, Игнат Тихонович, 10 китайских стен построили, чтобы добраться-то до вас. А по-другому как? Возвели, 10 стен, и... Ну как по-другому? Никак, вы можете... Вот вы дайте, например, ну я вот сейчас просто вот так, уже празднословие идет. Дайте мне доступ на один раз, и я посмотрю на этот ролик-то, и что может там под шаманью, так скажем, и... Сергей, это сказать, это... Виталий, я ничего этого не могу сделать, потому что впереди меня стоит слово, которое сказано мной было. Я не могу сам на себя наплывать, меня Господь сразу накажет. Я понял. Вот какое дело-то. Если я же это сказал, а потом меня убедили... Ну я понял, понял. Я сразу же в этот день Бог меня накажет. Ну вы Сергею же, тогда у Сергея есть зеленый свет. Все, давай, тогда отходи и жди, если звонок или еще. Ты свой-то телефон скинь мне сюда. Так у меня нет там денег, какой толк с него? Ну ты напиши здесь номер, то внизу в скайпе, то свой номер телефона. Напишу, напишу, хорошо. Твой, если Сергей на меня выйдет, у меня, понимаешь, на телефон мне неизвестные люди скидывают деньги. И каждый раз подписано Билай, но не Билай же меня любит так. Ну понятно, что кто-то это бросит. Я два раза в году отдаю телефон там кому-то, ну многодетные или кому, и они снимают с меня, каждый раз примерно по 7 тысяч накидывают. Ну это кто-то, кому вы нужны, кто вас любит, те и вам бросают эти деньги. Притом не знаю, все время, каждый год я отдаю свой телефон, чтобы за несколько часов сняли они и вернули мне. По 7 тысяч каждый раз. Это за год больше 10 тысяч мне кто-то накидывает. А учитывая, что я вообще не звоню, оно у меня все целое. Поэтому перекидывай через меня кому-то. Я узнал, кто вам литовку подарил. Когда-то там. Как-то он из Канады. Нет, из России человек. А, может быть, это потом. Потом, да. Ну и вот, как, я не знаю. Так, все пока, давай. Все это решается. Запиши здесь в скайпе свой телефон, чтобы у меня был твой телефон. Да. Когда тебе долго нет, я тебе брякну. Брякну тебе не означает, что мне отвечать. Ты положи и зря не звони. Если ты будешь здесь где-то, я тебе дам денег скинуть. Я от тебя не могу, а как я скину, я не знаю. С моего телефона на твой можешь перекачать? Я не знаю, Игнат Тихонович. Я в этом тоже профан. Так, давай свой телефон мне и отходи. Я начинаю сейчас узнавать. Хорошо, Игнат Тихонович. Сейчас. И могу, чтобы с моего на твой перекачали, если удастся. Ты нужен человек, и вдруг такая загвоздка. Не годится это. Да, все будет нормально, Игнат Тихонович. Ну, давай тогда. Так, у нас третий день деревни, а 2 июня я выезжаю. Ну, нет, я постараюсь пораньше. Тут сейчас у меня лифт сделают родителям. Они у меня ни та, ни другой. Они у меня немощные. Так, ну, давай, ладно, все. Благослови Господь. Спасибо, Господи. Игнат Тихонович, скоро вторая часть выйдет. Вот тоже хорошая там. Я поработал. Ты дай мне доступ, чтобы больше мне этого не было. Не блокировали меня. На кого? Чье? Чтобы как-то сделать, чтобы он никогда меня этот не мог трогать-то. Я не знаю, каким образом. Ты делаешь. Я очень прошу музыки, чтобы ни звука не было, ни одной секунды. Ну, это я такой момент. Вот только со следующих. Вот эти две части, вот первая и вторая еще на подходе, там я ничего менять не буду. А когда дальше, ну, там уже я буду без музыки делать, как все. Тем более, что для меня главное это не музыка. Ты же понимаешь. Я понимаю, но... Такой огромный потенциал ты заложил, мне все понравилось. И святых отцов, и нашел ты их образы, иконы. Вообще чудесно просто. Я так радовался, и вдруг... Я бился, бился, ночь не спал, считай. Ну, это вот так получается, чтобы... Получается так, чтобы... Не надо, чтобы так получать. Один раз это случайность, а два раза это система. Просто нету с вами рядом человека, кто там был, Никита, он мог бы это решить, вопрос. А сейчас вы один остались, и вот в этом... Если бы кто-то был, который соображает... Вот и все. Я на тебя могу потом вызвать. Давай мне телефон свой. Да. И скинь этот, который там могут на тебя выйти по скайпу или как. А, ну, свой логин в скайпе? Да. Да. И тот человек, который... Услышал, Гнат Тихонович. Давай, пиши. Пиши все сейчас внизу на скайпе. Хорошо, все с Богом. С Богом.